Так кто же такие travel nurse? В переводе на русский travel это означает путешествие и nurse это медсестра, то есть travel nurse это медсестра или медбрат, которые работают по контракту с агентством, то есть они не работают в обычном понимании, как мы например знаем, вот медсестра даже скажем новичок закончил учебу, направил свое резюме в какой-то госпиталь, прошла или прошел интервью и эту медсестру или медбрата взяли на работу. И вот после трех месяцев ориентации они начинают на полной ставке или фуллтайм, то что здесь называется, работать в качестве медсестры или медбрата. Так вот travel nurse это совсем другая система, то есть если особенно в наше время большая нехватка медперсонала, медсестер и там где нужны медсестры или медбратья, вот эти travel nurse работают через агентство, то есть если я старшая медсестра в каком-то отделении, у меня не хватает медсестер или медбратьев, я им звоню, говорю в агентство, у меня не хватает медсестер на моем отделении, пожалуйста пошлите одного или двух людей, медсестер или медбрата, и мне они нужны на такой-то срок. Контракты в основном длятся по 8-13 недель, несколько месяцев может быть и даже до года. И если travel nurse понравится тот госпиталь, в котором он или она работает, они могут продлевать этот контракт. Что нужно, чтобы стать travel nurse? Надо уметь адаптироваться под любые условия, быть гибкими и уметь коммуницировать, потому что вы приезжаете на новое место, обычно, как я уже сказала, ориентация длится 3 месяца для обычных медсестер, а у travel nurse, если им повезет, то это неделя всего лишь. И поэтому, вот как с корабля на бал, вы должны сходу сразу после недели ориентации уметь работать с тем количеством пациентов, которые обычно все медсестры на этаже, работают с этим соотношением, например, одна медсестра 6 пациентов, или 5 пациентов, у кого 7. В общем, они должны тоже уметь работать с этим количеством пациентов. Поэтому, как я уже сказала, адаптироваться, гибкость и критическое мышление, и самое-самое-самое главное, это опыт. Чтобы стать travel nurse, вас просто так не возьмут, у вас должно быть 2 года минимум опыта. Почему? Потому что после 2 лет к нам уже приходит вот это вот умение, сразу, например, зашел в палату, уже как-то оцениваешь пациента, и ты уже как-то быстрее адаптируешься во всех нюансах работы, и ты берешь ситуацию под контроль, и оказываешь уход любому пациенту. После 2 лет вы уже можете вполне найти себе агентство и пойти работать именно в качестве travel nurse. Помимо опыта, еще медсестрам нужно иметь хорошую верную лицензию, то есть без каких-либо нареканий. Естественно, они должны иметь хорошее образование, и потом то агентство, с которым вы будете работать, составлять контракт, они вам скажут, что еще нужно. Где работают travel nurse? Везде. Там, где нехватка медперсонала, как я уже сказала, они там работают. Это и госпиталя, это и даже исправительные учреждения, как тюрьма, это амбулаторные, то, что outpatient clinic здесь называется, дома престарелых, nursing home. В общем, везде-везде-везде, где нужны медсестры, travel nurse может работать. Главное, чтобы они умели именно работать в этой специализации. Например, на медсердж должна работать та медсердж, у которой есть опыт работы на медсердж. В операционной, естественно, берут медсестер и медбратьев уже с опытом работы в операционной. Согласно обзору Baker's Hospital, это тот госпиталь, который проводит разные обзоры госпиталей и специализации медсестринских. Так вот, 10 самых востребованных, вернее, специальностей с наилучшей оплатой труда являются, я буду и на русском, и на английском говорить, labor and delivery. Это те медсестры, которые помогают при родах, RN, labor and delivery, и, пожалуйста, не путайте с акушерками, акушерки это совершенно другая специализация. Так вот, labor and delivery RN, вторыми идут operating room или операционная медсестра, то есть я, я знаю, что если мне сейчас захочется где-то работать travel nurse, то я спокойно найду себе работу. Потом дальше идут neonatal intensive care unit или NICU, отделение интенсивной терапии новорожденных, следующее пост-анестезия care unit или PACU, отделение пост-анестезии, то есть те пациенты после операции, когда им нужно приходить в себя, их отвозят в это отделение пост-анестезии. Также есть отделение intensive care unit или ICU или реанимация, в общем, любое ICU, будь то кардиологическое ICU, будь то неврологическое ICU, в общем, все-все-все ICU, если в названии отделения есть слово ICU, то вот все вот эти специализации тоже очень востребованы, им платят тоже нормальные деньги. Следующий это emergency room, emergency room это отделение приемный покой, туда, куда привозят пациентов, прежде чем они попадают в госпиталь, вот это вот приемное отделение или emergency room, также emergency department называют. Следующий это pediatric unit или педиатрическое отделение, там, где лежат детишки, это тоже очень специализированное. И самое последнее это telemetry или телеметрия, это там, если у пациента есть какие-то проблемы с сердцем, еще не установили в чем проблема, то они лежат подключены к мониторам, вот это называется telemetry. Естественно, хочу также упомянуть медсестер, работающих на medsearch, они тоже очень востребованы, потому что во многих госпиталях сейчас очень особенно острая нехватка, именно bedside medsearch rn. Именно те, которые работают, то, что у нас здесь medsearch называется, это медицинско-хирургическое отделение, это смесь терапии и пациентов, которые лежат или до операции, или после операции. Вот, вот эти специализации тоже очень востребованы. И теперь самое интересное, естественно, все хотят узнать про зарплату. Зарплата travel nurse очень сильно различается в зависимости от выполняемой работы и там, где они работают, по штатам также. Они могут зарабатывать от 1840 долларов до 6340 долларов в неделю. Ну, естественно, самые высокооплачиваемые штаты это будет Калифорния и также в Нью-Йорке тоже, потому что cost of living или уровень жизни там дорогой, за все надо платить в несколько раз больше, чем в других штатах. В среднем они работают 36 часов, то, что здесь составляет рабочую неделю, в некоторых госпиталях и по 40 часов могут работать. Вот, и также в среднем по статистике Бюро труда США они зарабатывают от 55 долларов в час и выше. И я не знаю, вы видели во время пандемии или нет, были даже такие в соцсетях новости, что travel nurse во время пандемии, особенно в Нью-Йорке, не хватало медсестер, все там или уходили, или заболевали. Travel nurse ездили туда и они зарабатывали от 5000 и выше, в некоторых местах даже говорили, что даже 10 тысяч в неделю зарабатывали. Не знаю, это правда или нет, но 5000 это точно было, я слышала, но вот 10 тысяч я не знаю. Так вот, естественно, работа у них была адская, потому что надо работать в этом закрытом на всем вот это PPE по 12 часов, иногда, говорят, до 16 часов они работали. Естественно, работа была тяжелая и поэтому такая оплата. Так вот, если вас интересует именно travel nurse, вот что из себя это представляет. Также для людей это составляет интерес, почему? Потому что, например, молодежь любит ездить, например, в Гавайи, или, например, в Калифорнию, или в другие штаты. Вот эта вот работа для них идеальна. Или те люди, у которых нет детей, или они уже выросли, им делать нечего дома, вот они покупают себе RV и начинают ездить по разным штатам. Вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, кто такие travel nurse. Если у вас есть больше вопросов, пишите. Также, если вам интересно, я могу сделать следующее видео про минусы и плюсы работы в качестве travel nurse. Так что пишите в комментариях, хочу продолжения, и я сделаю следующее видео. Всем удачи, и я надеюсь, вам это видео понравилось. Пока! Пока! Пока!